Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в этом видео я хочу вместе с вами порешать немножко задачи технического штурма на сайте ЧСКОМ. Дело в том, что для этого есть определенный положительный повод. Я ранее тоже, конечно же, проходил время от времени данный штурм и рекорд у меня был 54. Ну вот сегодня я тоже решал эти задачки и уже дошел до 55, то есть уже у меня новый рекорд. Здесь он пока не отображается, потому что текущий штурм все еще активен. И давайте постараемся вместе с вами порешать. Я очень надеюсь, что я, скажем так, не сорвусь сразу же с первой задачи, но тем не менее давайте пробовать. Задачки уже трудные, уже у них рейтинг идет под 3000 или даже больше, чем 3000, тут скорее всего будет. Последняя задача была 3028. И постараюсь тоже рассуждать вместе с вами. Эту задачу я видел, но я ее не разбирал. Я, в общем-то, решал ее несколько часов назад, то есть вернее дошел до этой задачи несколько часов назад. Потом мне надо было уходить. И вот сейчас свернулся домой и хочу продолжить как раз-таки с уже 56 задачей. То есть уже это мой в любом случае рекорд. Уже на две задачи больше сделал, чем ранее. Но тем не менее пробуем дальше. Итак, давайте заканчивать вступление. То есть здесь в принципе что мы видим? Что у нас есть идея фержи 7, естественно. Но сразу понятно, что такой ход не работает. И вот здесь сразу напрашивается какое-то перекрытие. И надо понять, в чем же разница. То есть конь е5 и ладья е5. Я думаю, что один из двух ходов тут будет правильный. И далее мы хотим поставить мат. Но вот здесь опять-таки вопрос, чем все-таки перекрыться лучше. Честно говоря, здесь пока это сходу не так очевидно. То есть он в любом случае сыграет на каждый из этих ходов. Я думаю, что g6. Хотя на конь е5 у него есть идея, допустим, поставить шаг. Ферзь b1 и потом ферзь g6. Еще в теории такой вариант тоже у него есть. Что не сильно приятно. Давайте проверим тогда конь е5. Возможно, конь е5 правильный ход. Но вот здесь уже черные, видимо, обязаны играть g6. Иначе получают мат в один ход. И вот тут вопрос, что делать дальше. Ну, бить ладью, естественно, на f8 это слишком мало. Мы здесь хотим поставить мата, а не съедать ладью. Есть, конечно, идея перевода ферзя. Как-нибудь типа там по черным полям. Но бодюсь, что это довольно медленно. Не по-задачному, скажем так. Это все смотрится. Поэтому у меня есть большие сомнения. Может быть, правильный ход все-таки ладья е5. Ладья е5. Но здесь опять-таки скажу, что кроме g6 у него появляется опция с шахом-ферзем. Что мне не сильно нравится. Потому что, в общем-то, размет ферзей явно не входит в планы белых. Размет ферзей, конечно же, нас не устраивает. Ну и после ладья е5 тоже же ход g6, конечно же, нужно рассматривать. Потому что черные всегда готовы отдать качество. У них сейчас уже лишнее качество и очень сильная пешка на поле а3. Поэтому, если мы здесь не ставим матом, либо не выиграем много материала, то это все работать не будет. Ну, давайте так. Я здесь скажу прямо. Не вижу пока четкого плана выигрыша. Надо, наверное, все-таки уже какой-то ход проверять. Рискнул сыграть конь е5. Ход правильный. Да. Ну, ладья е5, видимо, как минимум за ферзь b1 неправильный вариант. Он играет g6. Другого хода хорошего у черных не было. И вот это вопрос. Что делать дальше? Опять-таки скажу, взять и ладьи. На мой взгляд, это явно не то. Что у нас есть? Ну, есть тот же, я говорил, что раньше перевод ферзя на поле f6, а затем ферзь g7 мат. Но это довольно медленно. То есть, непонятно. Успеем ли мы все это дело провернуть? Идея интересная. Но, в общем-то, что меня смущает? Давайте скажу. То есть, меня смущает то, что на ход, допустим, типа ферзь f4, типа ферзь g5. Но все эти ходы у него есть хода f6. То есть, как минимум, хода f6 не совсем понятно, что мне делать дальше. После хода f6 не видно разумного продолжения атаки. То же самое будет на ферзь g5, на ферзь h4. Но одна идея, кстати, у меня все-таки возникла. Рассматривая все варианты. То есть, мы можем попасть на поле f6. Давайте думать так. С разных полей. С вот этих всех полей мы можем туда попасть. И, возможно, все-таки идея сыграть именно ферзь f3. Вот такой неочевидный ход, что мы идем так далеко. Но смысл в том, что после хода f6 у меня, по крайней мере, появляется шах. Шах, король уходит. Ну и там уже и кони f7 нужно считать варианты. Там ферзь b7 какие-то ходы. В общем, там уже у черных реально король очень-очень слабый. Опять же-таки, другой вопрос. В принципе, может быть, ход ферзи f3 с идеей ферзи f6 слишком медленный. Хотя, в общем-то, идея эта довольно конкретная. То есть, если ферзи f3 он какой-то делает ход типа а2. То после ферзи f6 у черных защиты от мата уже просто нет. Ну, думаю, что ход ферзи f3 все-таки надо делать. Интересная идея ферзи f3, ферзь d5. Давайте проверять. Ладья f6. Такой ход я не видел. Неприятно, когда у соперника находится новая возможность. То есть, сидишь полчаса, думаешь. Потом оказывается, что у него есть простая защита. Ну, а что здесь? Есть уже теперь вариант. У нас немножко другое. Это слон f8 и на взятие ферзи f7. Из такого более-менее очевидного какие еще есть ходы, честно сказать, особо непонятно. Потому что, в принципе, нам нужно играть активно. То есть, вряд ли мы здесь можем позволить себе еще один тихий ход без шаха и взятия. Ну, шахов у нас нету хороших. То есть, без взятия. Ну, давайте, наверное, у нас слон f8 надо проверять. Давайте проверим. Ух ты. Как он пошел. Это, кстати, тоже вопрос такой. Ну, здесь от ладья e5, конечно, отказаться почти невозможно. Но ладья e5 еще нужно проверять, конечно же, такой ход, как а2. Другое дело, что все равно ничего сильнее, чем ладья на поле e5 не видно. И, возможно, придется ладья 1 потом возвращаться. И все-таки отдавать ладью за эту пешку. Ну, убить нельзя, думаю, мы строго обязаны. Да, и вот тут, опять-таки, вопрос. Задачка довольно длинная оказалась. Потому что а1 ферзь серьезная угроза. Нужно с ней считаться. Ну, видимо, все-таки мы должны играть ладья e1. Потому что иначе как? Иначе а1 ферзь и наша ладья еще там зависает. Ну, давайте проверять самый логичный ход. Да, ну, убить ферзь тут уже без вопросов. Ну, последний ход тоже, думаю, здесь выбор очевиден. Сложная задача. Тут ничего не скажешь. Реально сложная. Да, тут до каждой задачи уже можно легко сорваться. Уже этим больше 3000, я так понимаю, был до 3075. Итак, следующая позиция. Ход черных. Ну, здесь откроется 7, отказаться почти невозможно. В принципе, ходы типа h4 и f4 в теории тоже можно рассмотреть. Вот эти вот все шахи. Ну, это скорее только белым помогает. Да, вряд ли нужно нам еще и пешку отдавать ему с шахом. Давайте все-таки съедим ладью. По-нормальному сыграем. И вот это уже вопрос. Здесь придется нам посчитать, похоже, что варианты. Ну, что напрашивается. Напрашивается пойти и съесть пешку h6 и провести ферзя. Вопрос другой. Сколько ходов нам нужно для того, чтобы провести ферзя и сколько ходов нужно белым? Ну, давайте считать. Итак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восьмой ход у нас ферзь. Окей, 8 ходов запомнили. Теперь белым. Они, по идее, пешку h должны тоже забирать. Да, потому что если они играют вот так и потом так, то где-то наша пешка тоже пойдет. В перспективе, да, может пойти. Хотя он может сыграть, допустим, так. Так и потом вернуться сюда же. И за пешкой он тоже успевает. Давайте тогда считать король g5 как самый быстрый способ. Король g5, король f5 это два. Король g5 он вернулся, это три. Дальше четыре, пять, шесть, семь и восемь. Интересный момент. Ну, опять же таки, есть ли у нас какие-то еще альтернативы этому ходу? Что мы можем сделать, кроме король b6 и король a6? Ну, давайте посмотрим принципиально на другой план, что тоже заслуживает внимания, это идти королем к пешке на поле f5. То есть король d6 и на король g5 мы уже успели сыграть король e5. Защитили пешку e5. Ну, тут тоже не все так просто. То есть давайте по ходам тоже смотреть. Допустим, король e5, он играет король h5. Король e5, король g5. И как эту позицию оценить? Сходу не берусь. Похоже на ничего, честно говоря. Потому что мы не можем идти к родим от пешки. Ну, вряд ли это правильный план, честно говоря. Все-таки идти к пешке f, ну как-то это совсем сложно. Давайте проверять самый логичный вариант. Все же король b6, этому надо ходить. Ну, окей. Если он съедает пешку, он тогда теряет больше темпов. И мы проводим ферзя с запасом быстрее. То есть, наверное, тогда здесь будет выбор, да, как сыграть. Вот у нас что есть. В принципе, в теории исходы f4. Насколько он нам нужен, вопрос, конечно, хороший. Конечно, напрашивается просто уйти королем на поле b5. Ну, давайте представим, король b5. Ну, он бьет пешку. А5. Он, допустим, играет король e4. Мы играем король c4. Да, и там, смотрите, какой вариант. Сейчас, наверное, сложно будет представить. Но идея в том, что в конце... Ну, у нас ферзи пройдут одновременно. У черных на ход раньше. То есть, вот такая будет позиция в конце. Но у него король, получается, смотрите, король будет стоять здесь. У нас стоит здесь. Ферзь наш здесь. Его ферзь здесь. И мы играем вот так шах. И потом еще вот так шах. И съедаем ферзя. Если я все правильно почитал, то мы таким образом выигрываем. Давайте проверять. Пока, наверное, все-таки двигаем пешку. Дожидаемся хода король e4. И на король e4 уже играем король c4. Потому что сейчас он может идти королем, допустим, сюда. И мы просто потеряем время на ход король c4. Поэтому двигаем пешку. И вот на король e4 король c4 обязательно. Не пуская его короля. Так, и вот это тоже. Вот это интересный момент. Идти ли нам сейчас дальше за ним. Принципиальный действительно вопрос. Сложная задача, конечно. Здесь все перчатки ншп. Один ход неаккуратный и все. И тут можно вместо выигрыша даже проиграть. Ну, я думаю, окей. Проиграть, наверное, черный не рискует. Но, в общем-то, ничья здесь может быть элементарно. Кроль c3, наверное, тоже играть нужно. Потому что надо два его пускать. По ощущениям мы не можем. Давайте кроль c3 проверим. И да, если он просто двигает пешку, здесь уже все довольно легко. Опять же, я таки скажу, здесь проблема белых в том, что они стоят королем. Очень неудачно. И мы выиграем ферзя вот таким вот способом. Сложная задача, ничего не скажешь, но удалось таки ее добить. Хотя, конечно, это было уже непросто. Так, идем далее. Идем далее с вами. Следующая задача 59-я. Уже там 3100, я думаю, как минимум пошел рейтинг. Да, 314. У меня, кстати, нет уже права на ошибку. Я уже ошибался два раза. То есть, следующая ошибка, это все уже будет конец нашего штурма. Итак, что у нас здесь? Здесь у нас ход белых. У черных сразу бросается в глаза, что довольно плохо стоит ладья. Но, опять же, таки вопрос, можем ли мы это как-то использовать. Потому что напрямую не факт. То есть, допустим, если мы играем h4, ну, черный играет ладья g4. Что дальше, не совсем понятно. Да, допустим, если он бьет. Если мы, вернее, бьем. Он тоже бьет. Я съел пешку. Ну, скажем так. У черных, или у белых, там явно позиция лучше. А нет, не лучше. Там в конце будет ладья в 4 шах. Да, пока ладья в 4 шах. Поэтому позиция там в белых без фигур останется. h4, конечно, принципиальный ход h4 и ладья g4. По идее, он обязан так сыграть. Что у нас есть, кроме хода еф? Ну, у нас, к слову, еще и провисает пешка на поле h4. После всего этого h4 и ладья g4 он готов съесть эту пешку. И, как бы, отдавать ее тоже не сильно было бы желательно. Непонятная задача, честно говоря. Тоже, опять-таки, сходу здесь не вижу, в чем идея. Единственное, что, смотрите. Может быть, здесь вообще у нас план немножко другой. Может быть, мы хотим вообще использовать связку неожиданно. То есть, какая связка может у нас быть? Допустим, мы играем е5, что я заметил. И если он принципиально бьет пешку, то ладья е1. И здесь уже по линии е у него возникают проблемы. Если он играет пешкой на поле f4, то как минимум есть ход h4. И вот там уже у него действительно возникают проблемы с фигурами. То есть, ну, качество, как минимум, там белые все-таки выиграют. Что очень даже неплохо. Другое дело, что после хода е5 он может строгать, допустим, слон е7. Такой вариант тоже нужно считать. И вот насколько эта движка для белых хорошая. Это тоже вопрос довольно важный. Потому что нам надо бы как-то выиграть его ладью. Но сразу как-то она не выигрывается. Хотя если выбирать между ходами h4 и е5, мне е5 нравится больше. Более такой ход. Ну и не стандартный, я бы сказал. И даже более такой агрессивный даже ход, наверное, в каком-то плане. Хотя после хода слон е7 не совсем понятно, как конкретно здесь мы будем выигрывать. Ну, я бы, конечно, все-таки проверил ход е5. h4, возможно, правильно. Давайте е5 сыграем. Нет, он бьет. Ну вот, да, к сожалению, иногда компьютер идет на те варианты, которые, на мой взгляд, не самые сильные. Но здесь уже ладья е1. Надо играть. И h4, видимо, тоже мы обязаны пойти. Как он будет играть на h4, не совсем понятно. На h4, если он побил коня, побили ладью. И на взятие пешки у нас есть ход, допустим, король g2. А потом сильная обстанавливает на поле е5. И у нас чисто лишняя ладья, даже не качество. Но опять же вопрос, что мы бы делали на ход слон е7. Я так до конца и не понял, честно. Признаюсь, но здесь у раж 4, я думаю, надо делать ход. Да, и бьем ладью, да. Надо идею бить. Слон c3. Задача, что интересно, продолжается. Слон c3. А почему задача продолжается? Интересный тоже вопрос. Что от нас хотят? Наверное, хотят убедить ход ладья c1 с темпом. Убедиться на темповой ход. Чтобы мы остались все-таки с лишней ладью, а не с лишним качеством. Но давайте ладья c1 проверять. Здесь, видимо, это уже обязательный ход. Да, и мы здесь важно, что успеваем за этой пешкой. Фух, тяжело это дается все дело. Скажу так, достаточно тяжело. Задачки уже сложные. Не знаю, сколько был рейтинг у нее. 3,177. Итак, идем дальше. Следующая задача. Здесь у нас ход черных. Белые играли на детский мат, судя по всему. Но при этом, что характерно, мат сейчас даже не угрожает. Но и здесь тоже, в принципе, что бросается в глаза. Конь c4 сразу. Ход интересный. Но после ферзь b5 черные теряют коня. Ферзь b5 какой-нибудь ход. Типа там c6. Съели коня. Ну и я не вижу, что там делать дальше. То есть давайте конь c4 все-таки посчитаем, что неправильный ход. Что мы можем еще сделать? Ну, напрашивается атака ферзя. Чтоб потом уже у него не было шаха. Но опять же, тут важно атаковать его правильно. Допустим, если атаковать его ходом коня f6. Что тоже, в принципе, напрашивается. То тогда он сыграет ферзь на поле e2. И непонятно, что дальше. То есть, видимо, здесь методом исключения. Слон g4. Оход фактически единственный. Причем более того, здесь просто хода слон g4. Что у него? Проблема с ферзем. Тем не менее, вариант продолжается. Потому что у него есть ход слона f7. На контратаку. И видим, нам нужно будет сыграть в конце король d7. После чего, опять-таки, у черных остаются. У меня у белых остаются проблемы с ферзем. Ну и слона поле f7 тоже стоит не сильно круто. Ну, я не верю, альтанативу хода слон же 4. Здесь, мне кажется, это более-менее очевидный ход. И слона f7 он сыграл. Солона f7 он сыграл. Теперь, что нам надо делать? Здесь, ну, король d7, я думаю, играть надо. Чтобы нигде у черных не терялся, не терялся ферзь. То есть, объясню, чем идея. Допустим, на король е7. На мой взгляд, почему это плохо? Потому что в вариантах у него есть ход слон g5. Допустим, он бьет здесь. Мы бьем ферзя и в конце слон g5. И нет у нас перекрытия конем, потому что конь f6 я уже не могу сыграть. Конь f6 у меня хода нет из-за потери коня. То есть, видимо, король d7 все-таки надо делать ход. Если это так, то задача, в принципе, не самая сложная. Потому что у него ферзь застреет, да? Или не застреет у него ферзь? Да, ферзь застреет. У него есть ход fg5. Но fg5 мы меняем ферзей и конь f7 по концу. Варианты, видимо, такой план. Ага. Ну да. Задача относительно еще не сложная. Мне кажется, что были посложнее, которые мы сегодня делали. Добил до 60 задач. Это приятно. Но тут как бы... Да, трудно. Трудно подается. 3200, скорее всего, у задачи был рейтинг. Хотя я бы не сказал, что она такая невероятно трудная. Допустим, перчатый, мне кажется, что был посложнее. Итак. Ну что, движемся дальше. Здесь мы за белых. У белых не хватает. Материала довольно много. Ладьи, получается, и слона. Но у нас атака на короля. Здесь, конечно, от хода fg6 сказать почти невозможно. Я думаю, fg6 играть все-таки надо. Давайте проверять. Я не вижу другого розумного хода. Все остальные шахи под бой. Ну, fg4 еще есть ход. Но как-то странно смотрится. Давайте fg6. Все-таки надо, видимо, так сыграть. Ура. Один ход угадал. Но это был более-менее очевидный ход. Тут уже будет поинтереснее. Что здесь? Здесь уже выбор из шахов. Причем выбор достаточно приличный. Приличный выбор. И вот надо понимать, что мы здесь хотим. Потому что, в принципе, не факт, что мы хотим именно поставить мат. Возможно, идея и цель задачи это выиграть этого ферзя. То есть поставить, допустим, шах. В случае ухода короля мы съедаем, конечно же, ферзя. Ну, а если он играет на ферзь d7, e6, то уже появляется ход ферзь f7. Дальше он играет король g4, получается. И мы играем в ферзь e6. И потом таки всегда им этого ферзя. Мне кажется, ферзь e7 правильный ход. Тут, опять же, проблема выбора. У белых есть еще логичные ходы. Вот этот и вот этот. Ферзь e4, ферзь e5. Ну, там я не вижу, как мы сразу выигрываем, честно скажу. У него конь на f3 довольно неплохо защищает короля. Держит черные поля. Не слон, вернее, а поле g5. Да, просто поле e5. Давайте ферзь d7 проверим. По виду выигрывает этот ход. Да. Ну что? Победа, да? Ферзя жпить надо. Надеюсь, это правильный ход. Какие еще альтернативы? Да. Так, ну что? Хорошо. Здесь решили эту задачу. Интересно тоже рейтинг. Давайте глянем. 2, 3 вернее, 277. Следующий будет, видимо, 3, 300+. Итак, что здесь? Ну, я нашел одну интересную идею. Это правда. И она так работает. Задача довольно простая. Ну, неужели это все работает? Давайте скажу, что я увидел. То есть мы, конечно же, здесь атакуем на короля. Хотим атаковать. Отбоем ферзь, да. Но здесь есть идея какая? Слон H6 пожертвует, ферзя. И на взятие. А ладья же 7. И это на самом деле мат. Ну, у Слон H6 очень напрашивается ход, потому что... Как еще нам ходить? Ладья же 7 сразу, конечно, есть еще идея. Ну, как-то непонятно, зачем отдавать ладьюси. Можно сделать то же самое. Не отдавая ничего. Какие еще у нас альтернативы? То есть, ну да, слон H6 и ладья же 7. Ладья же 7, король G7. Как-то... Я, честно сказать, не очень верю в такие варианты. При случае он даже коня может где-то скидывать. В каких-то ситуациях. Слон H6 более такой темповой ход. То есть, он H6, чем может быть проблема? Он не будет бить ферзя, он сыграет король G7. Король G8 вернее. Ладья же 7. Король на H8. Но здесь мы должны его добивать там и ферзи в 7. Есть ход у нас в конце. Да, и другие, наверное, варианты тоже работают. Ну, я в такие позиции не верю, чем это же шахов нет хороших. Фигура лишняя, но у нас все фигуры в атаке в отличие. Я бы Слон H6, конечно, сыграл. Потому что не верится, что такая простая задача, если это реально работает. Потому что больше 3000 у него рейтинг. Вот. Может быть здесь действительно у нас есть альтернатива ходу Ладья же 7. Хотя непонятно, какая может быть альтернатива ходу Ладья же 7 шах. Ну что еще есть Слон G7? Ну... Не знаю. Слон G7 смотрится неестественный такой ход. Тем более, учитывая этот факт, что у него есть перекрытие. Это... Конь G6. Ну, давайте, хорошо. Давайте сыграем по-человечески. И это неправильный ход, да? То есть все-таки задача это была с подвохом. Неужели Слон G7 в конце выигрывал ход? Давайте пробуем задачу решить без подсказок. Так, 3300 за очередь, да. Да. Слон G6 красивый очень ход. Но, как опять-таки, мы убеждаемся с вами, бить не обязаны. Черный. Возможно, какое-то элементарное решение. Вы бы уже тоже заметили. Ну, за все никак тоже я-то не заметил. А я здесь не вижу. Так. Да. Ладья же 7 неправильный был ход. Хорошо, попробую тогда не угадывать все-таки, а найти решение. Ну, Слон G7 и ход рассматривал. Ну, Слон G7 съедает ферзя. И я не понимаю, что дальше мы делаем. Без ферзя тут как-то уже в такой позиции. Там где-то так, так он закроется. Ну, как-то не верится. Честно говоря. Хотя, кроме хода Слон G7 вообще не видно других идей. Что мы еще можем сделать? Конечно, от Ладья же 7 отказаться очень трудно. Играя партию, от Ладья же 7 отказаться, это нужно прям быть сильным игроком. Это прям мощно. Что-нибудь вроде Слон G7 реально работает. Я просто не верю, что такой ход работает. Нет, Слон G7 не работает. Да, ну, то все-таки надо что-нибудь поинтереснее придумать. Хорошо, что может быть интереснее, чем Слон G7? Ну, не знаю. В Ладья же 7 очень напрашивается ход. Есть, конечно, вариант, там просто банальность есть вот так вот. Но как это может быть решением задачи, непонятно. Кстати, да, я сказал, что у него шахов нет. На самом деле, да, перцы и шахта у него есть. Перцы 3. Король, допустим, мы играем. Д1, и там, по идее, шахи у него заканчиваются. Вроде как. Хотя, перцы 1 еще насчитать. Ну, ладно, окей, давайте подумаем по-другому. То есть, Ладья же 7 не работает, он же 7 не работает. Ну что, шахов других у нас нет, кроме Ладья же 7, ферзь, 7 ферзь и 8, конечно, не работает тоже. А, почему не работает, да. Не рассматривал жертву ферзя, но чуть-чуть другой редакции, и уже все. Сложные задачи, да, вот так, когда их несколько решаешь, уже как-то так все-чуть теряешь концентрацию. Хотя, в принципе, это вполне решаемая позиция. Интересно еще другой момент все-таки, почему Ладья же 7 плохо, неужели там у нас ничего нет. Ладья же 7, кролиш 8, да. И компьютер дает оценку 0, то есть, я хотел сыграть ферзи в 7. Но, судя по оценке 0, все-таки, похоже, у него находится вечный шаг, да. Я думал, что вечного шага нет, ферзи 3, я уже потом вход нашел. И у нас, получается, не убегает король, да. То есть, допустим, король d1, ферзи 1 шаг, он, видимо, да, играет. И король e2, он играет снова на 6 шаг. Король f3, ферзи h1, а вот это неприятный ход, да, не видел этого хода. Король f3, но здесь стать еще и белый, могут при случае проиграть. То есть, здесь заиграются. И какой-то вечный шаг, да, мы, получается, ставим. То есть, вернее, черный ставят, да, если быть точным. Ну, черным тут тоже особо выбора нету, понятно, что там угрожает мат. Своей кучей полей, там, с поля g8, если конь уходит, там, куда-нибудь сюда, тут, с поля h7. То есть, тут у черных с королем дела плохие, но у нас тоже, как видно, король попал под атаку. Ну, как минимум, под вечный шаг. Да, красивая задача, классный ход, слон h6 и вот ферзи f7, да, такие две жертвы ферзя подряд. Красиво, красиво все это смотрится. Задержа 7 действительно здесь не работает, даже в первой тройке этого хода нет. Ну, там, все-таки ладью жертвовать. Именно в такой ситуации, когда нету мата, это некорректно. Ну, а вот, да, такая жертва ферзи f7, да, красиво. Красивый ход ферзи f7. Ну, что, в итоге получается, новый мой рекорд, это уже 60 задач, насколько я помню, да, 60 сделал. Это уже очень даже неплохо, уже задачи выше 3 тысяч идут. Ну, и на самом деле, можно там сорваться и на более слабых, что у меня было. Я сорвался это в задачах уровня 2 500, то есть они там 3000 до 61 получается у меня сейчас рекорд. Не так часто их решают, эти штурмы, но тем не менее, советую. Полезная, интересная штука, хотя бы там, может быть, раз в неделю их проходить. Очень сильно как раз тренирую тактическое ваше зрение. Очень надеюсь, что вам понравился такой видеоролик, такой формат. Я их крайне редко делаю с решением задач, не более таких сложных задач. Всем спасибо и до скорых встреч. Продолжение следует...